Я знаю, что в этом году есть большой проект по благоустройству, это в Красной Сопке. Расскажите, что сегодня происходит и на будущее, может быть, уже есть какие-то перспективы? Ну вот, да, это проект первый раз, наверное, за последние годы мы получили такой большой грант 43 миллиона на благоустройство. Многие нас не поняли, говорили нам, ну почему вы решили это средство вложить в Красную Сопку, например, а не в Степной, уж там было бы вообще все в идеале. Но мы же понимаем, нельзя, чтобы развивался только один поселок, потому что там значительные средства вкладывает Валерий Андреевич Исаев. Мы видим, что поселок красивый, благоустроенный, но мы же должны понимать, что жизнь не может из 60 сел и деревень быть только в одном сельсовете и в одном поселке. Поэтому было решено, потому что вложить в Красную Сопку, потому что, во-первых, туда с производством зашел как раз Валерий Андреевич Исаев. Это говорит о том, что в перспективе у сельсовета и у поселка есть перспективы развития. То есть есть производство, о чем мы с вами говорим, есть рабочие места, и поэтому есть подразделение железной дороги, то есть есть подразделение нашей дорожной службы, то есть есть рабочие места. Значит, люди живут, люди приезжают, значит, для них создать условия. На сегодняшний день понятно, как раз опять же, вот как бы мы ни хотели, но мы касаемся пандемии. Мы попали в число 11 районов, которые заявились, выиграли этот конкурс. Потом было приостановлено на какой-то период финансирование, потому что все-таки были какие-то сомнения, удастся или нет все это реализовать. И все-таки затем средства были выделены. Ну и мы начали реализовать этот проект, столкнулись с большими трудностями, потому что там же идет не только, как говорит сегодня губернатор, мы все научились тратить средства, о чем мы говорим, 43 миллиона нам выделили, мы там сделали парковую зону, все. Но там же очень важно при реализации этого проекта было работать с предпринимателями, чтобы все было в едином стиле, в единой цветовой гамме, с прилегающими территориями. А прилегающие территории это все. Это наши дворы, это наши дома, должно быть тоже все в единой цветовой гамме. Какие-то объекты старые необходимо было убрать. Кроме того, у нас есть предприниматели, которые не проживают, приобрели строения какие-то и никогда не появляются. Их надо сегодня сносить. И нам тоже приходится при реализации этого проекта сталкиваться с такими вещами. Он очень трудный. Еще говорим о том, что погода в этом году практически август, сентябрь, дождливая нам не давала. Но проект сегодня находится на стадии завершения. Конечно, наверное, получилось не все в идеале, как мы планировали. Но то, что люди поверили в то, что в реальной поселке это сделано. Потому что многие на начальном этапе даже не верили в то, что что-то сдвинется с места, что-то будет сделано. Но когда сегодня сделана детская площадка, сделаны, добавлены какие-то уличные спортивные снаряды. Сегодня горка там шикарная, которая не пустует ни одного дня, несмотря на погоду там дети. Кроме того, как бы мы ни хотели, да, сегодня, как-то я сомневалась даже сама, но сегодня там посажено 25 голубых елей, которые ходят все восхищаются. Сегодня там, где, в общем-то, парк, где тополя уже, будем говорить, несли угрозу реальную, да. Потому что, ну, очень старые, садились еще в прошлом веке, и давно, будем говорить. И сегодня реально, когда ветер, они могли упасть на дорогу сегодня эти тополя убраны. Там сделана парковая зона, и дорожка в том числе, и велосипедная, и беседки, что мамы могут. И можно не бояться походить по этому. Поэтому, то люди вот, ну, поверили в то, что жизнь есть, да. Но у вас все-таки, может быть, есть какие-то замечания, в какой части необходимо доработать такие работы? Может быть, там, я не знаю, при проектировании, привлечь больше общественности? Общественность, в общем-то, обсуждала и все, я коснусь дальше, мы о чем говорим. Ну, конечно, есть претензии к подрядчику. Мы собирали подрядчиков, все вместе так сидели, разговаривали, просили, говорили подрядчиков о том, что не только важно наше, да, участие и средства, но важно вы, насколько вы качественно и хорошо сможете сработать. Мы можем надеяться на то, что Назаровский район будет в дальнейшем получать финансовые средства по поводу того, по итогам того, как мы сможем реализовать этот проект. Поэтому вот просто просили предпринимателей и с предпринимателями разговаривали, честно скажу, и на повышенных тонах, и они порой и оскорблялись, потому что говорили, с ними так не разговаривать. Но я считаю, точно должен быть порядок в чем? Мы объявляем аукцион, да, но это была пусть даже сельская администрация. Вы участвуете, вы видите, на что вы идете. И потом, когда вы начинаете нам препоны, получается, не вы должны заработать эти деньги, мы вам отдать, а то, что, извините, мы вам еще делаем одолжение, вот у некоторых такое складывается, за то, что вы нам платите деньги, мы же платим, и мы же еще и делаем одолжение вам за то, что мы у вас эти деньги берем. Вот с подрядчиками есть большие проблемы, и я считаю, в каком плане, именно вот это выстраивание взаимоотношений и работы, к сожалению, подрядчики одни и те же, они берут очень много, выиграют очень много проектов подобных, потом начинают разрываться, и там, и там им хочется заработать, а мы начинаем за них биться даже между собой, да, там, главы различных муниципальных образований, там, и подрядчик мечется. Сегодня день здесь отрабатывать завтра, в результате не у нас, нет того, что мы хотели, не у соседей нет того, что они хотели. А может быть, у вас в связи с этим возникли какие-то мысли по этому поводу обратиться, я не знаю, в законодательное собрание, каким-то образом предусмотреть вот саму процедуру? Ну вот итоги проекта будут подводиться, и хочется некоторые, да, вещи высказать, но дело в том, что как бы трудно ни было, мы его завершаем, и более того, мы сегодня готовы заявиться дальше на другой поселок, но мы сегодня заявились, в первый раз участвовали и прошли первый этап, это заявка на комфортную среду, да, это Преображенский сельсовет, площадь, но вот мы как раз хотели улицу Комсомольскую в Преображенке тоже сделать, вот по такому же, по комплексному развитию, именно по комплексному благоустройству, то есть мы готовы дальше участвовать, я говорю, биться буквально за все.